Восьмой год соревнования по самбо памяти старшего матроса подводной лодки Курск Алексея Шульгина собирают сильнейших спортсменов. Цель каждого выступить достойно и попасть в сборную области. Настроя подготовка самое главное. Тренировки очень важны, нужны они раз 5-6 в неделю, так минимум. Уровень хороший, приехало свыше 200 человек. Самбо хорош тем, что можно научиться защитить себя, то, что можно выбраться на свою агрессию на ковре, а не где-то на улице и так далее. Научить постоять за себя. Самбо, ну, она дает тебе навыки борьбы, броски, характер тебе дает, чтобы ты, ну, шел до конца, боролся. Ребята в нашей Архангельской области выполняют разряды, и если спортсмен попадает в первую тройку, попадает в сборную области. Присутствует порядка 240 человек, вот, приехали из 12 городов, и по моему личному приглашению приехали наши соседи из республики Коми, из Вологодской области. Вот. Каждый год география спортсменов увеличивается. По словам Андрея Шульгина, организатора соревнований и родного брата Алексея Шульгина, погибшего на подводной лодке Курск, идея провести такой турнир родилась давно. Я организовал федерацию, Котловскую федерацию самбо в 2019 году. Идея реально возникла у меня сразу же. Мы начали турнир проводить чуть позже, где-то в 2014-2015 год. Изначально было вообще запланировано проведение всех, памяти всех моряков, которые погибли на атомной подводной лодке Курск. Но в каждом городе, где вот, откуда были ребята наши, значит, там проводятся свои соревнования. Кто-то футбол проводит, кто-то дзюдо проводит, кто-то там еще какой-то вид спорта. Поэтому было принято решение конкретно из нашего города увековечить память нашего земляка. Алексея Шульгина призвали во флот в 1999 году. После учебного отряда он был направлен триумным машинистом в экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Курск». Погиб он 12 августа 2000 года при несении боевой службы Баренцева моря. Участие Курска в учениях было его первым самостоятельным выходом в море. Алексею Шульгину нам приходилось даже вместе служить. Вот, поэтому мне, конечно, это очень дорого стоит, эти соревнования. Мне почетно быть главным судьей данных соревнований. Алексей вообще, во-первых, был мужественный. Мы с ним недолго находились, как бы, в подводной лодке. Он всегда исполнительный. Соревнования, ну, большого уровня. Все спортсмены, как бы, хотят подняться на пьедестал, показать свой уровень. Сегодня соревнования носят статус областных, но, по словам организаторов, в дальнейшем турнир станет всероссийским.